Привет! Я какая-то, конечно, немножко опухшая сегодня, хотя я вроде нормально спала. Сменой декораций, пришла гулять в парк. Наконец-то теперь я работаю 4-2, у меня больше выходных и я могу больше гулять. И поскольку я в этом месяце поставила себе фокус на прогулки, на шаги, буду стараться возвращать прогулки на свою жизнь. Погода классная, но на самом деле немножко холодновато, холоднее, чем я рассчитывала. И, кажется, пора уже носить шапку. По работе я начала работать с дома и первый день было очень тяжело. Я вообще не могла никак включиться, но второй день уже лучше. Правда, тут такие свои подводные камни. Я начинаю задерживаться после рабочего дня и дорабатывать, плюс доводить клиентов. Плюс я такая думаю, ой, я же из дома. Я могу, если что, не сильно утром как бы спешить раскачиваться, потому что я могу вечером остаться и доработать свою смену. И это такая себе идея, потому что в итоге я очень устаю. Но это только два дня прошло, как я работаю из дома, поэтому все наладится. Я войду в нормальный режим, перестану оставаться после смены и все будет, короче, хорошо в этом плане. Пока рано делать какие-то выводы о работе из дома. Еще хотела рассказать по маленьким шагам, что я амбассадор маленьких шагов, потому что я вписалась в челлендж приседаний. Решила, что неплохо было бы накачать свою жопку. И увидела, в тот день, когда я об этом подумала, я увидела, что стартует там у одной прекрасной девушки в сообществе челлендж приседаний. 21 день, каждый день нужно приседать, неважно сколько. Короче, суть в том, что кто больше за 21 день сделал приседания, тот молодец. И я сначала такая, ой, будешь делать по 21 в день, по 21 приседания в день, по утрам. Вообще, у меня классно идти на это время, отлично, вообще все будет круто. Смотрю на девочек, а они там по 150 раз, по 250 раз в день приседают. И сначала я такая думаю, о, я какая-то слабачка, я как-то мало делаю, все такие молодцы, а я такая не молодец. Но потом я поняла, что если я буду приседать сейчас по 100 приседаний в день, на сколько меня хватит? Вот, да, 21 день я смогу это делать. Ну, два месяца смогу. Но за два месяца даже, конечно, я какой-то результат получу. Но не тот, на который я рассчитывала, а чтобы получить тот результат, который я хочу. Я собираюсь сделать это постоянно. Я собираюсь делать это всегда. Ну, год, два, три я собираюсь каждое утро приседать. И если я сейчас буду приседать 300 раз за день, ну, меня хватит на 21 день. Ну, это 21 день, если я буду это делать, то это уже будет круто. Но результат я не получу. Да, я буду молодцом, выиграю в челлендже. Но смысл-то не в том, чтобы мне там похвалили и сказали, о, милая, ты выиграла в челлендже, ты там больше всех присела. А в том, чтобы подкачать свою жопку и ввести это в привычку. Поэтому я успокоилась и поняла, что лучше я буду делать по 20 раз. Ну, и там несколько подходов, на самом деле. Иногда 20, иногда больше. Но каждый день. Я планирую делать это год-два-три, ввести это в свою рутину и делать это постоянно каждое утро. Я знаю, как это работает. Я знаю, что лучше сделать 20 приседаний, но каждый день, чем 100, но один раз, и потом два месяца ничего не делать. Поэтому это не потому, что я там осуждаю девочек, которые стараются. Просто у каждого свой путь и свой подход. Возможно, они-то, конечно, и смогут, ну, как-то ввести такое количество упражнений в свою рутину, но я нет. Я себя знаю, для меня намного лучше делать мало, но регулярно. Я умею это делать, это мой большой плюс. Это то, что я люблю в себе, в своем характере, что я умею вводить что-то в свою рутину ежедневную на постоянку и получать от этого результат. Поэтому здесь моя сила, и я буду действовать именно так. Буду вводить маленькие шаги, но каждый день. Я собиралась писать дневник самопрограммирования. Вот это же о маленьких шагах. Но у меня, если честно, не получается это делать, потому что... Ну как, я делала... Я уже, короче, два дня пропустила, потому что меня это раздражает, потому что у меня сейчас слишком много всего, слишком много этих дневников, которые я веду. Получается, что утром я веду и утренние страницы обязательно, но это вообще... Это всегда. И утренние страницы я веду и... Так, против света плохо. И потом я еще веду дневник 6 минут, дневник благодарности, дневник настройки на день. В общем, у меня утром два дневника, упражнения, ингаряции с кошкой. И третий дневник меня просто начинает раздражать, а для меня важно получать удовольствие от утренней этой... Моей какой-то рутины. Потому что, если я не буду получать удовольствие, то я все это очень быстро заброшу. А забросить... Ну, блин, смысл тогда начинать, чтобы потом вы ненавидите это все. Вот. Так что я всегда считаю, что главное не потерять запал. А чтобы его не потерять, нужно делать в комфортном для себя темпе, чтобы это не было. Вот. Еще хотела рассказать про... Блин, как чудесно, тут в парке такие все, я не знаю, тут всегда такие спокойные, все какие-то женщины занимаются йогой, мамочки с колясками. Я обожаю жить возле парка, это мое... Ну, не знаю, для меня это самое главное, жить, короче, в хорошем, в хорошем месте и возле хорошего, большого, классного парка. Что я хотела рассказать по дневникам, по дневникам. Я столкнулась с такой вещью, что когда я веду дневник, последнее время, последние, наверное, две недели, а я веду его ежедневно, я стала замечать, что мне стало тяжелее писать. У меня стали пропадать очень многие буквы. Я стала писать и возвращаться в слово и вставлять буквы, которые я туда не написала. Меня немножко это беспокоит, если честно, такого... Ну, раньше бывает, когда ты быстро пишешь, что, конечно, ты какие-то там буквы пропускаешь, еще что-то, но теперь этого стало много, и я через слово что-то дописываю, какие-то буквы, и я беспокоюсь из-за этого. Поэтому думаю, что, наверное, не надо сильно затягиваться МРТ. Может быть, это просто, конечно, из-за того, что сейчас большой стресс, новая работа, плюс еще вот это вот... Только я привыкла к работе в офисе, и тут же сразу... Сейчас надо привыкать к работе из дома, все немножко по-другому из дома, потому что... Поначалу мне вообще было странно, что я сижу в тишине, одна в офисе, все-таки шумно, все там разговаривают, ходят, тоже работают. Тут я одна в тишине, в тренингах. И, конечно, это тоже стресс, вот смена, опять смена. Только я привыкла, у меня опять смена моего какого-то привычного мира, вот. И, может быть, конечно, из-за того, что сейчас много стрессов таких, это так влияет. Но, короче, наверное, постараюсь сделать МРТ. И буду следить за своими буквами, буду смотреть, что будет происходить дальше с моими дневниками, как мне будет даваться писать их от руки. Хотя, конечно, писать от руки — это очень полезно. Хорошо, что я их веду. Ну, хорошо в плане еще и для здоровья хорошо, что я их веду. Вот. Но буду за этим сейчас наблюдать. И, наверное, уже буду нацеливаться на МРТ. Что еще я хотела рассказать вам? Себе? Не знаю. Наверное, все. Слишком много М. А. Ну, когда-нибудь я научусь очень складно и хорошо говорить на камеру. Но пока делаю как умею. Как говорится, сделанное лучше идеального. Так что всем спасибо за просмотр, если вы посмотрели. Я надеюсь, что вас вот от этого не укачало и было вообще вменяемо это все смотреть. Всем хорошего дня! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok